Виктор Александрович как раз и был участником того, не состоявшегося матча 69 лет назад. Ему не было и 15-ти, когда поступил в ремесленное училище номер 2 и сразу стал заводилой среди ребят. Вспоминает, как они, юные футболисты, жаждали одолеть соперников, футбольную команду из третьего училища. Но выйти на поле спортсменом тогда, 22 июня 41-го, так и не удалось. Наши товарищи старшие пошли договариваться, во сколько, что мы приехали, сообщили, что поиграли. И вдруг в 12 часов дня слышим по радио, там радио, что началась война. Игроки довоенных команд Виктор Погодичев и его бывший соперник Валентин Бабаков сегодня самые почетные гости. Им право поднять флаг и сделать первый удар мечом. С годами, как выясняется, дух соперничества только окреп, и каждый болеет исключительно за команду своей «Альма-Матер». Игроки, в свою очередь, тоже намерены взять реванш над противником. За кого будете болеть? Конечно, за свое училище. Как бы они не сыграли тогда, но мы сегодня порадуем победой. Радость не заставила себя ждать, и уже на первых минутах мяч оказывается в воротах противника. В спортивной подготовке ребятам не занимать. В лицее уже три года подряд проходят футбольные турниры в честь Василия Семенова. В год юбилея Великой Победы здесь решили восстановить историческую справедливость. И провести так и не начавшийся 69 лет назад дружеский матч между училищами. Это символично. Новое поколение, подрастающее поколение, молодежь. Это замечательно. Спортивная молодежь. И все знают, что в Брянске не только еще и спартизаны, но еще и спортсмены. Мы решили этот матч провести и довести его до конца. Пускай это будет нашим поклоном тем, кто тогда начинал и ремесленную школу, и участвовал в войне, и строил нашу страну. Итог встречи оказался вполне ожидаемым. По крайней мере, для выпускников и самих учащихся лицея. Счет 4-2 в пользу хозяев. Но расстроившимся соперникам дали возможность отыграться. В канун Дня города команды встретятся на поле теперь уже второго профтехучилища. Елена Бочкарева, Евгений Седачев, События Брянск.